Нас накрывает дождем, дорогие мои. Смотрите, что происходит в Анапе. Конечно, фантастика. Солнце, дождик, речка Можипсин. Я думал сразу поехать туда катать. Но сначала, думаю, прогуляемся пешочком. Огромное количество транспортных средств. Приехал у нас гонять по пляжам. Такое ощущение, как-то больше мест нет. Очень жалко, что они все убивают наши дюны. Вот пешеходная зона. Там никакой техники быть не должно. Хотелось бы, чтобы таких моментов не происходило. Есть песчаные карьеры. Езжайте, катайтесь. Чем-то делать на пляже, где гуляют родители с детьми. Ну и где вообще, в принципе, пешеходная зона. Допустим, я тоже мог бы на машине доехать до берега моря. Но этого не делал. Потому что я люблю море, его уважаю. И человек считает, ну просто... Отношение к природе показывает, кто человек на самом деле. То есть человек он или козел. Ну просто... Какой ветер. С водой летит. Слушайте, сильнейшие просто порывы. И поэтому, наверное, не так уж и много кайтеров. Не знаю, смогу ли я. Выйти. Потому что у меня минимальный размер девятки. Возможно, его мне будет много даже. Офигеть. Вот это метет песок. Давно я такого не видел. Чтобы так сильно сметало наши пляжи. Кайтера просто вынесло на берег. Он пытается уйти обратно. Но у него это плохо получается. Люди постепенно убегают с моря. Потому что сегодня жуть что происходит. Это невероятно. День добрый. Привет. Пойдем катать. Да. У меня что-то размера походу нет. У меня девяточка минимальная. Не потянет. Он на девятке вот катается. Ну, я вижу, как его выносят. Катается. Вот так вот. Речку Можипсин полностью замело. То есть, наши кайтеры там врываются. Во все. Я смотрю, что некоторые даже довольно-таки далеко находятся в море. Александр на девятке. В принципе, значит, и я на девяточке смогу. Но Штурминов, конечно, сегодня прям удоражит. Вот это, как говорится, любовь и счастье в море. Сегодня очень сильное боковое течение. Потому что южак сносит у нас огромные массы воды туда вправо. И довольно-таки сложно зарезаться будет. Вот. Транспортное средство, которое еще и детей приучают с детства, чтобы кататься здесь по пляжам. Ну, комментируйте сами. Там дальше еще люди есть. В общем, обстановка довольно-таки интересная у нас на пляже. Это, особенно, шторм. Это выглядит прям вау. Как ребята покоряют волны. Каталья, привет. Что там, как? Какой-то ужас мне там кажется. Мне кажется, что-то мне особо не надо лезть на девятку. Да. Так, Саня. Заехал и пошел обратно. Или выйти, прогетиться, посмотреть. Ну, все, будем думать. Ну, шторм сильный прям очень сильный. Это в том, смогу ли я держаться или не смогу. Чтобы меня не унесло туда дальше. Потому что волна, видите, она смывается. Волны сильные начинаются туда за вторым бедем. Прямо туда ребята уходят. А здесь чисто очень сильное боковое течение. Здесь будет сложность именно в том, чтобы вернуться. Я смотрю, Галина, он вынесла доску для своего мужа, чтобы он уже переобулся. То, что его сносит, он дальше всех находится. И зарезаться ему будет тяжелее всего. Морюшко набегает. Красота, конечно, друзья мои, неимоверная. Это, честно, мне кажется, я на девяточке себя буду здесь вполне неплохо чувствовать. Нам бы Александра, чтобы он вышел и свое мнение сказал. На маленьком кайте, но он очень сильно намахивает. Вот так вот залетает кайтер, закиливает. Отлично. В общем, любить море надо до безумия. Чтобы туда залазить и в такую погоду наслаждаться по полной программе. Здесь сегодня ветер настолько, что можно лежать. Александр только что что-то исполнил. Это называется кайт луп непосредственно перед берегом. Выглядело это так, что Саня улетел. Саня, стоит ли не стоит лезть? А, да вы в условиях. Ветер просто младен. Пошедший. Если бы он был постабильный, можно было нормально приедать. Вообще, лотарей. Лотарей? Слушай, мне стоит с девятка лезть? Нет, пока подождать. Пока часик, подождите, туча лещу в дождь. Сейчас вилку, что где-то? Ну и как, я его не снял, но я прокомментировал. Под конец кайт луп было феноменально. Такой опыт. Летел, все классно. Ну и в конце решил еще и кайт луп сомать. Просто ветра не было. Я вот туда, туда. Игра все подождет. Но по прогнозу, вроде должен сбавлять. Да, да. В глядь, в глядь, в глядь. Олег Твергун. Давай, а тебе... Я не могу брать. Я не могу зациклесть, я разговаривал. По стропам ездят, а то где? Вообще, идиотизм. Где наша администрация, которая должна гонять их отсюда? Еще и по стропам катаются. Вообще, нехорошие люди. Где Галя, где Галя? Галя вот забрала, видите, директ. Вон он, вон, ушел на директе туда глубоко. Вот так вот Саня убежал. Ну что, Галя, как там? Очень много. Очень много. Видишь, вместо Вэва, тринтип, на Вэвовой доске скидывает. Я не иду с доской. Вот так вот, такой сильный ветерочек подрывает. 20-25. Чуть просто. Так, Галя, смотрите, тут зависла с доской. Просто. Что такое, почему девяточку убирать? Парень чикен лупа отломала. Да ладно. Настолько сильно. Как-то так. Но вообще, получалось справиться с девяткой? Да, вообще отлично. Ну, чуть многовато. Ты на чем? У меня тоже девятка, но я думаю, надо потерпеть чуть-чуть, чтобы сбавила. А там сбавлять собирается, да? Ну, по прогнозу, вроде да. Ну, он, видишь, дело не в силе. По силе нормально. Он очень рваный получается. Надо было на маяк, да, наверное? А? На маяк надо было. Да не, то же самое. Там только сильнее будет. Даже сильнее. На маяке будет сильнее просто. Понял тебя. Печально ждем тогда. Я просто надеюсь, что чуть-чуть бавит. А то у всех смотрю. Маленькие размеры. Сейчас девятка у меня тяговитая она просто. А, если тяговитая, то да-да-да. Могу улететь куда-нибудь. Ну, зато рекордные прыжки сегодня. Я не собираюсь в рекорды стай. Мне просто для удовольствия. Все. Сломался. Сломался без пальцев. Галли, сегодня день рождения. Поздравляем. Здоровья. Счастья. Пускай все будет у тебя хорошо. Пробовать, не пробовать. У меня пьес там больше, чем у ребят. Гораздо. Ну, тянет в море, да? Ну, все, значит, когда нет еще девятного, например, более мелкого края. Вот девяточка уходит в гараж. Смотрите, как дует. Сок несет просто нереально. Еще очень интересно смотрится, как чайки летают попой назад. Смотрите, они даже не могут вперед пролететь, потому что их просто сносит ветром. Какие-то ребята выехали покататься. Говорят, у нас буханка. Чего бы нам не прокатиться. Объединение дорожных услуг. Ну, оленеводы просто. Что вы здесь забыли? Саша подходит близко к берегу и разворот. Ребята пытаются хоть чуть-чуть зарезаться, чтобы уйти туда дальше. Но море им это не дает сделать. Вот, смотрите. Прямо по дюнам, прям по растениям едут вот эти вот нелюди. Просто слов нету, потому что уничтожают нахрен наши растения. Вот он стоит и думает, как бы ему лучше заехать. И вот Александр тоже говорит с ними, ругался, пытался объяснить, что зачем такое делать. Но, к большому сожалению, у них в душе и в голове нету ничего святого. Лишь бы кайф получить, покататься по горочкам. А при этом наша администрация попустительствует. Полиция в Анапе не действует. Видите, вообще на самую-самую дюну наверх заезжают. И специально по растениям, чтобы по ними песок не проваливался. Вот так вот и исчезают наши растения на дюнах и дюнах в той же мере. Ну, смотрите, поехал дальше. Просто для них это трассы. И наши рекреационные ресурсы, которые находятся под защитой, просто трассы. Как там море? В море волна просто прелестненько накрывает. Как в стиральную машину попадаешь. То есть главное не падать, да? Главное под гребень не попасть. Вот если под гребень не везти. А ветер как получалось? Ветер на шестерку нормальный, но рваный сильно. Постоянно дергает. Постоянно в напряжении. То есть расслабиться они получаются? За мысах завихрения идут и сюда доходишь. Туда дальше в море уходишь, постабильнее ветер. Получше. Скайф. Вот и сегодня 3 февраля просто весеннее. Да, вот я на берегу стою, видишь, даже не одеваю ни перчатки. И что, тепло и хорошо. Вода прохладненькая такая. Завтра будет теплее. Так, надувается семерочка очередная. И завитки пускаем. У меня восьмерка С4 есть, если хочешь посмотреть. Она не очень тяговитая. Я все люблю. Да нет, просто отвечать за чужой кайф не хочется. Так, ребята, покидаем мы тоже. Да, все мы от меня. До свидания. Пошли мы. Накатался, Асяня. Да, да что, риск, дело благородное, но неоправданное. Вот так вот, ребята. Иногда приходится, пришел, ветер хороший, сильный, но нету размера. Просто кайт, допустим, стоит в районе 100 тысяч рублей. И мне предложили, ребята, говорит, возьми мой кайт, но брать ответственность. И брать чужой кайт, цена в такую погоду, как-то настолько непредсказуемая она. Я думаю, что не стоит. Вот так вот летит песок. Здесь ветер, он не такой сильный, как ребята говорят. Выходит, что дальше там просто фантастика моря. Смотрите. Так вот, прям в камеру вам. Обидно, досадно, но ладно, ладно. Самое главное, что у нас еще будет возможность покататься, чем залезть в море и остаться там навсегда. Вот это я к тому, что вы должны понимать, ребят, свои силы. И это приходит именно с опытом. Я пришел, постоял на берегу, вот ты реально все понимаешь, чувствуешь, что сегодня погода, она твоя. Ты не боишься, но вот твой инструмент не подходит. И ты разворачиваешься и идешь в сторону дома. Ничего страшного. Придем завтра, тоже будет ветер, тоже будет погода. И бог даст, закатим еще, как говорится. Но сегодня мы с вами от души прогулялись на морюшко, посмотрели на шторм, поговорили с ребятами, почувствовали их эмоции. Это просто восхитительно, что есть такая возможность поделиться с вами. Видите, сколько людей, которых я уважаю, люблю, которые идут пешочком на пляж. Большие молодцы. Некоторые машинки подъезжают поближе. Ну, по крайней мере, тоже не выезжают на берег, что тоже великолепно. Уважайте море, не убивайте нашу природу, но те гондурасы, которые позволяют себе вот так вот кататься, как мне говорят, и ты им там в глаза сходи, скажи, почему я кого-то боюсь. Я уже сколько лет веду свой канал и постоянно ругаюсь со всеми этими людьми. Администрация НАПА – это ваш косяк, что сюда приезжают вообще машины. Вот, как мы видели, дорожная служба поехала, потому что не перекрыт проход. И потом вас будет штрафовать природа охранная с Чернозова, Черноморская прокуратура. Ой, никто не виноват, ой, никто не виноват. Виноваты, что допустили это. Ой, какая тишина и красота. Вернулся в машину теплышкой, хорошо. А вот они стоят, ребята, питбайки мотоцикла, номер прицепа, на котором он-то приехал. Вдруг администрация захочет отреагировать, им это поможет. То есть для ребят это бизнес, ничего личного. Убийство наших дюн. Охренеть, да? На чем делают его? Вот то же самое, как квадроциклы летом. Никто не видит, а как заявляет, еще нам администрация разрешилась. Может быть, это тоже под прикрытием администрации происходит. Я не знаю, у меня лишь только вопросы. Думаю, если бы кто-то из простых людей, так сказать, приехал прокатиться, его сразу бы закрутили, сломали бы и к закону представить. А тут катать я не хочу. Верить в то, что у нас, может быть, просто нет никакой законности в городе. Вот с левой стороны у нас Лазурный берег. Там сейчас проживает огромное количество беженцев. Причем со многими общался, когда они приходят, спрашивают, разговариваем. Здесь вот прогуливаются. Видите, у нас по Пионерскому проспекту большое множество. И многих интересует, что с беженцами будет дать. Там их в комментариях успокаивают там людей еще. Типа, езжайте, там их будет меньше, уже почти все разъехались. Ну, нет, людей много еще. Многие не разъедутся. Многие в пансионатах места, так сказать, и останутся под ними. Потому что за них государство платит хорошие деньги. Это как бы такой бизнес, который выгоден всем. То есть она пока приняла, вроде бы там администрация отчитывается, что помогают, приезжают там всякие разные замминистры в то же самое, там феи и так далее. Им показывают, что все хорошо живут люди. Ну, да бог, чтобы так и было. Там какая разница, где они будут проживать. Главное, чтобы относились к нашим законным порядкам с уважением. И, в принципе, мы видим, что так и происходит. Все меньше каких-то там эксцессов. И о многих мы вообще там даже не разговариваем. Многие моменты там решаются очень быстро и просто. Ну, и будем надеяться, что в дальнейшем они нам особо мешать не будут. В плане того, что они будут создавать какую-то негативную обстановку. Потому что, допустим, мы мимо феи едем. Я рад каждому отдыхающему, который приезжает к нам. Допустим, мы сейчас проезжаем фея 3. Видите, сколько здесь людей проходит по улице. Точнее, это проезд гостевой. И также по лесочкам здесь гуляют. У нас сегодня уже до плюс 12 раскачалась температура воздуха. То есть погода, в принципе, вполне себе хорошая. Ребята, для тех, кто боится там приезжать из-за того, что у нас беженцы, не бойтесь. Такие же люди, как мы с вами. Тем более, уже беженцы у нас по всей стране. И в больших количествах. И я уверен, что доброта все-таки сможет переломить все те негативные моменты, которые там есть у каких-то личностей. Это большая редкость. Вот, допустим, видите, мы подъезжаем в магазин. Ну, здесь пятерочка на песчаном проезде с Джаматей. Здесь огромное количество людей приходит непосредственно в этот магазин. Никаких там особых проблем с тем, что они там создают какие-то негативные моменты. Вот молодежь сидит, бухает на остановочке. То есть, ну, тихо сидят, все выпивают. Ничего страшного, да? Ничего страшного. В общем, все будет хорошо. На это надеемся, верим. Тем более, вот, как было, когда они только приехали, что каждый день мне звонили. То там, то там какая-то беда, то там, то там как-то они выделились. То есть, сейчас тишина, спокойствие. Происходит ассимиляция. Я уверен, что все будет хорошо. По крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Вот еще один мужчина бухает. Здесь никто не пьет. Это хорошо. В общем, Джимоте, здесь у нас Фея-2 находится. В ней тоже проживают те же самые беженцы. И также в Анапе, во многих отелях. У нас, видите, вот, допустим, Вагнера проживает. То есть, ну, везде это, понимаете, мы курорт. И здесь есть возможность разместить этих людей. Просто кто-то строит надежду на то, что они куда-то перед летом исчезнут. Я думаю, что нет, они будут с нами. Наоборот, будут работать. Наоборот, будут, как говорится, улучшать сервис наших регионов, чтобы им было хорошо и нам с вами. Еще раз хочу выразить, допустим, у нас слухов много ходит, что там где-то ездят по поселкам какие-то там духи или еще что-то там предлагают. То, ну, ребят, ну, я без видео, без фотофиксации там какой-то, я в это не верю. Потому что во многих местах это разгоняет тему. Мне, допустим, звонят люди конкретно, которые занимаются там обслуживанием беженцам. Им я верю. Ту информацию без видео никогда не публикую. Даже видеосюжеты, вышедшие на канале, пытаются представить, что это фейк, что это не украинцы, там то собаки, то так далее. Просто, допустим, вот разнесенный номер, это говорят, что подростки влезли, взломали номер и для чего-то вот уничтожили его. Там снимают краны, там телевизоры. Жуть происходит. Все, тем более на камерах их находят, это все там решается, эти вопросы. Я думаю, что придет у них понимание, что в нашем городе просто так не получится ничего особо делать. В общем, в сезоне 2023 года мы вас ждем, приезжайте. Ну, если страх, то не приезжайте, потому что со страхом отдыхать не стоит. Я уверен, что все будет хорошо, и если вдруг какие-то будут вопросы и проблемы, мы вас сможем защитить и поддержать. С вами сегодня был Юрий Азаровский. Надеюсь, что информация вам сегодня была полезна и доступна, так сказать, донесена. Какое сильное классное море. Жалко, не прокатило вас сегодня, но еще раз говорю, когда будет правильное оборудование, получится. Приходите на фотосессии летом. Заработаю, куплю себе кайт и смогу и в такой вот шторм вас катать, показывать вам эту красоту. Пока не имею, в большом сожалению, такой возможности. Ну, верим, лучшее, прекрасное, самое главное, мирное. Я, кстати, узнал сегодня, что у нас Акс пришел домой на побывку. Я тебе, дорогой Олег, очень рад видеть на нашей территории мирной. И был бы рад встретиться, посидеть, так сказать, пообщаться. Можно даже в формате интервью рассказать вообще, что, как и почему. И это было бы очень круто. Ну, а вам всем пока. Ждите интересный контент. Увидимся в следующем видео.